Самый известный Самый известный дворец Юсуповых находится в Санкт-Петербурге по набережной реки Мойки 94. Это один из немногих в России дворянских особняков, где прекрасно сохранились изысканные интерьеры, мебель, предметы, быта. Построен по проекту архитектора Валент де Ламонта. Перестроен для Юсуповых архитектором Михайловым II. В перестройке участвовали художники Вигги и Медичи, архитектор Манегетти и Степанов. Мощная дубовая резная входная дверь с гербом Юсуповых приглашает нас войти вовнутрь. По проекту Ипполита Антоновича Манегетти был отделан ряд комнат. Перестроен домашний театр. Последним и единственным владельцем Юсуповского дворца был князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков Эльстон-младший. Он был женат на внучке императора Александра III. Его отец был внуком королю Пруссии Фридриху Вильгельму IV. Мать Феликса Юсупова, княжна Зинаида Николаевна Юсупова, была последней представительницей рода князей Юсуповых. Во дворце создана экспозиция убийства Григория Распутина, в котором принимал непосредственное участие и сам князь Феликс Юсупов. Парадная лестница в итальянском стиле восхищает своей красотой. Изумительной лепниной потолка Скульптурами, сфинксами и мраморными вазами. Мощная хрустальная люстра, свисающая слепного плафона, своим светом подчеркивает красоту парадной лестницы, Подсвечивает вензель Юсуповых, а бронзовый позолоченный канделябр, отделанный золотом и золотыми дракончиками, дополняет эту красоту. С парадной лестницы попадаем в гобеленовую гостиную. На стенах развешаны огромные гобелены 18-19 веков. На некоторых из них картины охоты. Между гобеленами планшеты, украшенные тончайшей резьбой по дереву. Очень эффектно выглядит камин гобеленной гостиной. Небольшой будуар с удивительным из ткани выполненным потолком, создающим особую теплоту и уют. Перед спальней маленькая комнатка. В ней радует глаз потолок и люстра. Парадная спальня. Точнее, спальня княгинь. Комната голубого цвета. Она же использовалась и как гостиная. В голубом интерьере все голубое и голубой торшер. Дверь спальни ведет в большую ротонду. Потолок ее представляет высокий купол с прекрасным орнаментом. Зал украшен вазами европейского фарфора XIX века. Совершенно изумительны две керамические фигуры Нептуна и Салации. Синяя гостиная – это поэма в сочетании синего с белым и золотым на потрясающем наборном паркете. Гарнитур синей гостиной в стиле Людовика XVI. Распись стен и плафона синей гостиной дополняет поэму красоты. За ней красная гостиная и опять же игра цветов. Живопись плафона красной гостиной на сюжеты поэмы Гомера Илеада. Выполнена художниками Медичи и Скотти. Люстра из золоченой бронзы и хрусталя сделаны в России в 1830 году. А какой пол! Ох, красота! На смену красной гостиной следует зеленая гостиная. Великолепный малахитовый камин и столь же прекрасная ваза является украшением ее. Танцевальный зал площадью 176 метров вмещает до 200 человек. Огромная красивая хрустальная люстра под потолком является его украшением. Еще более по размерам впечатляет белоколонный или банкетный зал. В Николаевском зале знаменитая картинная галерея Юсуковых. Здесь же в центре установлен бюст князю Борису Юсукову. Прециоза или зал драгоценностей. Во времена Юсуковых здесь выставлялась богатейшая коллекция картин выдающихся художников. Потолок зала Прециоза. Античный зал. Боргесские борцы. Зима или озявшая. Римский зал. По пути в зал Антонио Виги восхищаемся прекрасным столиком. И потрясающим паркетом. Зал Антонио Виги. Плафон зала Триумф Геркулеса расписан художником Виги. Мощная люстра выполнена из бронзы. Украшением зала является портрет красавицы, княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой в русском костюме. Работа художника Маковского. Дубовая гостиная выполнена архитектором Степановым в 1840-е годы. Из моренного дуба. Резьба по дереву и светильники, шторы придают великолепие и добротность отделке. Впечатляют резные ножки венецианского дубового обеденного стола. В бывшем буфете теперь располагается лавка сувениров. Гостиная Герриха II выполнена архитектором Манегетти. Называется она так, потому что в отделке использованы элементы Ренессанса, периода царствования Герриха II. Очень красивый камин, отделанный красным ониксом. Входим мы в кабинет князя, он же является его библиотекой. Глядя только на количество книг, можно представить себе, каким образованным человеком был князь. Перед кабинетом секретарская, ее украшает портрет Зинаиды Николаевны и прекрасные витражи. Замечательная розетка на потолке деревянном, с которого свисает столь же великолепная люстра. Турецкий кабинет, в нем большой бильярд с синим сукном. Ну и конечно, жемчужиной дворца является роскошнейший мавританский кабинет. Любуюсь росписями потолка, мы входим в самое великолепное помещение Юсуповского дворца – Юсуповский театр. Он рассчитан на 176 зрителей. Княжеская ложа находится на втором яросе, выделяется своей отделкой. Потолок театра великолепен. На его сцене за дирижерским пульсом стояли Ференс Лист, Михаил Глинка, Федор Шаляпин, Полина Виардо и многие другие гении искусства блистали на его подмозгах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова